В кадетской школе Люберец прошел урок мужества. Его посвятили предстоящему Дню Защитника Отечества. На празднике присутствовали не только ученики, но и выпускники. Григорий Ворванин продолжит. Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю быть честным, трудолюбимым, упорно и настойчиво овладевать знаниями. Несколько лет назад вот так же перед всеми кадетами принимал присягу и Александр Макаров. Сейчас выпускник кадетской школы 2015 года, кадровый офицер, окончил Воронежскую военно-воздушную академию, служит люберчанин на Чикаловском аэродроме. Говорит, хоть и мечтал стать медиком, учеба в кадетской школе заложила другие основы. Учеба в кадетской школе, она не только знания мне дала, по каким-то отдельным дисциплинам. Я могу полностью сказать, что она сформировала меня, наверное, в основном как личность. То есть кем-то я сейчас являюсь, база, к которой я ушел в Воронеж, была сформирована здесь. Анна Немова делает первые шаги в статусе кадета. На уроке мужества ее и еще троих учащих со школы торжественно приняли в ряды курсантов и вручили удостоверение. У меня была мечта пойти в армию. Вот я и понимаю, что это не для девушек. Я очень хочу пойти в армию. У нас есть такой урок строевая, и мне очень нравится шагать. Еще у нас есть кадетский штаб. Там мы обычно на перемене разбираем, собираем автоматы. Дисциплина, мужество, ответственность – это часть основных принципов, прививаемых в кадетской школе. И каждый год число желающих учиться именно здесь увеличивается. Каждый, кто учится в кадетской школе, он уже изначально воспитан в лучших традициях офицеров, в лучших традициях защитников нашего Отечества. И мы очень рассчитываем на то, что из вас тоже вырастут настоящие защитники нашего Отечества. В том, что многие кадеты станут офицерами, сомневаться не приходится, ведь перед их глазами яркие примеры – выпускники школы, сменившие форму курсанта на военный китель.